Мои любимые печенья это творожные. Я подумал, почему бы не сделать просто мои любимые печенья и рассказать о них вам. Рецепт довольно простой. Сначала нужно надеть перчатки, но так делают повара, чтобы не измазать руки, потому что среды бывают агрессивные. Чтобы этого не происходило, сразу и одеваем. Не подумайте, что закос под Black Star. Просто Black Star популяризировала черные перчатки, а многие повара знают прекрасно о их существовании уже два, три, некоторые уже 10 лет. Итак, для теста запоминайте, ну или не запоминайте, ролик-то всегда нужно пересмотреть еще раз. Я взял 200 граммов муки, хлебопекарная обычная мука, там уже в ней 5 граммов соли. Значит разрыхлитель для теста. Я всегда рекомендую так, на пакетике написано объем разрыхлителя для 500 граммов муки. Я взял 200 и вот этот весь объем сюда закинул, потому что у нас там еще и сахар 100 граммов. А еще у нас творог, творог, вот такой сухой, рассыпчатый. Бывает на рынке жирный, бывает не жирный. Я взял жирный, но у нас же там все равно сливочное масло, поэтому ну на 3% меньше жирности, больше. Этот все равно вкуснее. Добавляем сюда 200 граммов творога и 200 граммов масла. Сливочное масло я подтопил и отправляю в тесто. Вот смотрите, теперь мы начинаем перемешивать. Когда мы перемешиваем, то вспоминаем, что недостаточно нам еще одного яйца, который лежит у меня в холодильнике. Ну и яйцо. Перемешиваем все это руками. Если вдруг вы понимаете, но по каким-то причинам чуть больше того, меньше того, тесто получается или липким или не скатывается в комок, то добавьте немножко муки. Значит, как только мы перемешали немного теста, добавляем. По классике жанра нужно добавить ваниль, но я чуть порылся, ваниль не нашел, поэтому у меня есть ароматизатор ром. Несколько капель дают очень хорошую вкусовую гамму. Теперь все тщательно перемешиваем. У нас должно получиться мягкое, нежное тесто. Тесто получилось довольно жирное. Оно, конечно, хоть и немножко и пристает к рукам, но вот должно быть примерно такое. Перчаточка как раз отлично себя чувствует. Вот такое равномерное. Я добавил муки примерно где-то грамм 80 сверх той нормы, которую я планировал. Теперь берем кусочек теста, скатываем в шарик, делаем из него такую лепешечку, обваливаем с двух сторон в сахаре. Теперь складываем пополам и еще раз пополам. И вот такой конвертик, получившийся, отправляем на противень. У меня здесь уже бумажкой застели. Старайтесь, чтобы печенюшки были одинакового размера. Можно это делать через весы, но дома обычно лень это делать через весы. Это прям нужна точность. Мы делаем все для себя, поэтому не парьтесь. Делайте как получится. мы налепили вот столько печенюшек, теперь отправляем в духовку 180 градусов и через 15 минут посмотрим, что с ними будет. Ну что ж, пора доставать наши печенюшки. Вот смотрите, они у нас простояли 22 минуты вместо 15. То есть я прибавил еще 7 минут для того, чтобы... Ну то есть, как я и сказал, я поглядел через 15 минут, понял, что им ничего недостаточной температуры. Видите, я их довольно плотно положил друг другу, поэтому они увеличились и, в общем-то, такие чуть подклеились. Но ничего страшного. Главное, чтобы у нас низ не горел. Да, а так они у нас остаются такие, внутри чуть мягкие. И нужно учесть тот факт, что им нужно досохнуть. Им нужно дать полежать на противне минут 10-15. Когда они, пока противень горячий, пока противень горячий, он нагревает, продолжает нагревать печенюшки. Они чуть подсыхают, лишняя влага изнутри уходит. Внутри они все равно должны быть. Они должны быть полностью пропечены. Они внутри должны быть чуть-таки, как бы не знаю сказать, клейкие или немножко сыроватые. Аромат выпечки для любого человека, мне кажется, сразу уносит нас в детство. Вот, когда мама что-то печет, бабушка, поэтому вот такие простые печенюшки попробуйте сделать. Я вас уверяю, что это совершенно не сложно, но все ваши гости, да и вы сами будете. Вот, я сейчас попробовал одну печенюшку и думаю, сейчас еще одну съем, потом еще одну съем, потом еще одну съем. Ну и про спортзал не забывайте. Приятного аппетита! Куда? Куда? Ну-ка, кыш, кыш!